Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередное занятие в рамках открытого международного проекта Центра развития и образования МФТИ «Олимпиадные школы. Круглый год». Тема нашего с вами сегодняшнего занятия – графы. Материалы подготовлены преподавателями Олимпиадных школ МФТИ Бабичевой Татьяной Сергеевной, Бабичевым Дмитрием Сергеевичем, Бабичевым Сергеем Леонидовичем. Графы, пожалуй, одна из наименее любимых тем школьников на Олимпиадах по математике, в отличие от составителей задач. Просто дело в том, что графы почти не освещаются в школьной программе, и новичок, пришедший на Олимпиаду и увидев задачу на графы, чаще всего прочитает ее и приступит к решению других задач. А если разобраться, так на самом деле задачи на графы порой решаются довольно просто. Что же такое граф? Вообще говоря, это набор вершин, некоторые из которых соединены ребрами. Наглядно изобразить это можно так. Так, пусть вершины – это города, а ребра – дороги, их соединяющие. Тогда пример графа представлен на данном рисунке. И стоит отметить, что неважно, как расположены вершины друг относительно друга, и пересекаются ли ребра между собой. И на самом деле один и тот же граф можно представить множеством способов. И одним из важных понятий теории графов является понятие степени вершины графа. Это количество ребер, которые выходят из этой вершины. И давайте с вами посмотрим на наш рисунок еще раз. И заметим, что, например, степень вершины Рохан равна 3. Поскольку у нас сами из города Рохан выходят 3 дороги. В Москву, Аскарт и Уинтерфелл. Итак, давайте с вами докажем одну важную лему, что сумма степеней всех вершин графа равна удвоенному количеству ребер этого графа. Ну что ж, докажем это. Каким образом? По определению. А именно, что у нас с вами степень вершины графа – это количество ребер, которые из нее выходят. Тогда сумма степеней вершин Она у нас с вами будет равна, соответственно, количеству ребер, умноженное на 2. Поскольку каждое ребро дает вклад в степень двух вершин, которые данное ребро соединяет. Таким образом, мы с вами обосновали данную лему. Ну что ж, давайте разберем какой-нибудь простой пример. Кандидат в мэра города Бобров в своей предвыборной кампании обещал провести новые телефонные линии между домами следующим образом. Всего в городе 25 домов. Каждый дом должен быть соединен ровно с 5 другими. И нужно доказать, что он не сможет стержать свое обещание. Доказательства. Ну, докажем мы с вами следующим образом. Представим, что у нас с вами дома – это вершины, а телефонные линии – это ребра. Тогда мы получаем граф, степень каждой вершины которой равняется 5. То есть, степень каждой вершины равна 5. Тогда сумма всех степеней вершин будет равняться 5 на 25. То есть, 125. И с одной стороны – это количество ребер умноженное на 2 по доказанной выше линии. И получаем противоречие. Поскольку у нас с вами получается, что ребер должно быть не целое количество, чего быть не может. И распространенной ошибкой является то, что молодые люди на Олимпиадах рассматривают только частные случаи или, так называемые, лучшие случаи. Дело в том, что если вы показали, что для какого-то случая задача решена, то это не означает, что она будет верно решена для всех других случаев. И давайте с вами введем еще одно важное понятие. Граф называется связным, если из любой его вершины можно добраться до любой другой по ребрам данного графа. И давайте с вами решим следующую задачу. В некоторой стране каждый город соединен ровно с 10 другими. И при этом из любого города можно добраться в любой другой. Одну дорогу закрыли на ремонт. Нужно доказать, что из любого города все еще можно добраться до любого другого. Доказательства. Ну давайте мы с вами будем обозначать города также вершинами, а дорогам, соединяющие эти города, мы сопоставим ребра. И тогда, что мы получим? Что у нас с вами граф изначально, степень каждой вершины которого равнялась 10. И предположим, противное, что у нас с вами после того, как мы удалили одно ребро, граф перестает быть связным. Значит, он у нас развивается на две части. То есть, и можно это изобразить следующим образом. И давайте мы с вами посчитаем сукму степеней вершин левой части, которая тоже является графом. Правда, с меньшим количеством вершин. Ну, предположим, что вот левая часть у нас с вами k вершин. Изначально все вершины имели степень, равную 10. Но после у нас одна вершина стала иметь степень 9, а все остальные также 10. Тогда сумма степеней вершин левой части у нас с вами будет равна 10k минус 1. И это число нечетное. И при этом должно равняться количеству ребер в данном графе. Получили противоречия. Значит, у нас с вами все равно. После удаления одного ребра в исходном графе, граф останется связным. Что и требовалось доказать. Стоит также отметить, что не всегда следует точно изображать целиком весь граф. Дело в том, что представьте, что если бы мы на этом рисунке из каждой вершины провели бы по 10 ребер, тогда бы рисунок был бы громоздким и нечитабельным. Поэтому рекомендуется, чтобы вы изображали в своих решениях основную структуру графа, основываясь на которой вы приводите доказательства данного вам в условии утверждения. Ну и теперь перейдем к задачам для самостоятельного решения. Задача 1. В общежитии живет 214 студентов. Каждый час ровно 4 из них отправляются на кухню прикусить. Может ли так получиться, что в некоторый момент времени каждый студентов столкнулся с каждым на кухне ровно по одному разу? И еще одна задача. В стране Йоржуандии кандидат в президенты после выборов обещает сделать самолетное сообщение. При этом из столицы будет выходить 7 рейсов и всех остальных городов по 6, а из города Бобров всего один рейс. Жители города Бобров считают, что теперь они даже с пересадками не смогут долететь до столицы. И вам нужно доказать, что они ошибаются. Решения принимаются до 25 апреля в сообщении группы Олимпиадной школы МФТИ. Рейтинг участников проекта доступен по этой короткой ссылке. Напоминаем вам, что при возникновении вопросов вы можете обратиться к авторам данного кванта. Ссылки на их страницы ВКонтакте даны в начале конспекта занятия, прикрепленного к данному видеофрагменту. Также напоминаю вам, что чем больше участников проекта отправят решение задачи, тем больше вклад в рейтинг она будет давать. В этой связи советую вам приглашать своих коллег, друзей для участия в нашем проекте. До встречи на новых видео лекциях.